Нерешаемых проблем нет. Новый мэр озвучил девиз своей команды. Алексей Капайгородский официально вступил в должность. В Сочи продлят график работы автобусов из Олимпийского парка. Правда, всего на один день. Юные сочинцы смогут подработать на осенних каникулах. Центр занятости подводит итоги программы по детской занятости. В Дендрарии высадят жакаранду. Редкие саженцы фиалкового дерева подарила жительница Санкт-Петербурга. Новый мэр озвучил девиз своей команды. Накануне в Сочи избрали главу города. Тайное голосование депутатов состоялось поздно вечером на сессии городского собрания. Народные избранники единогласно проголосовали за Алексея Капайгородского. В финал конкурса вышли два кандидата. Краевой чиновник Алексей Капайгородский и бизнесмен из Екатеринбурга Андрей Донченко. За бывшего вице-губернатора Кубани проголосовали 44 депутата из 44 присутствующих. После объявления результатов конкурса Алексей Капайгородский дал свое первое интервью в должности главы города Сочи. Нас ждет большая, кропотливая, довольно-таки щепетильная работа для того, чтобы все системы жизненнообеспечения города Сочи работали в улучшенном режиме. Мы проблематику все знаем. Будем опираться на депутатский корпус, на всех жителей города-курорта Сочи. Проблематика огромная, вы сами без меня ее знаете, поэтому будем уже с завтрашнего дня с 9.00 эти вопросы все решать. Все, что можем, максимально будем делать так, чтобы результат был позитивный. Впервые в истории Сочи мэра выбрали по новой схеме голосованием в городском собрании. До этого мэра города избирали путем народного голосования. Новый порядок выборов связан с изменением федерального законодательства, на основе которого в новой редакции был принят краевой закон о местном самоуправлении. Согласно внесенным в него поправкам, были приняты изменения в устав города, отменяющие прямые выборы мэра. Поэтому на курорте была утверждена комиссия, члены которой с июля занимались приемом документов от желающих участвовать в конкурсе на пост главы Сочи. Заявки подали 18 человек. Та система выборов, которая впервые была в городе Сочи, когда каждый кандидат проходил через конкурсную комиссию, которая была создана при городском собрании. И вот исходя из того собеседования, которое проходило, что до действительности комиссия поработала очень ответственно, очень объективно, и отобрали тех людей, которые действительно достойны управлять городом Сочи. Мы это видели по уровню подготовки тех кандидатов, которые были на конкурсе. Поэтому то, что Алексей Сергеевич победил и стал мэром нашего города, это в действительности его подготовка, его профессионализм для того, чтобы победить в этом конкурсе. Нового главу города Сочи выбрали на пять лет. Сегодня же Алексей Копайгородский официально вступил в должность. Инаугурация состоялась в городском собрании. Присягу новый руководитель Сочи принял перед общественностью муниципалитета. На уставе города он поклялся служить процветанию и благополучию сочинцев. Клянусь при осуществлении полномочий главы города Сочи соблюдать Конституцию Российской Федерации, устав города Сочи, честно и добросовестно исполнять возложенные мне обязанности. Со вступлением в должность Алексея Копайгородского поздравил первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко. На торжественной церемонии также присутствовали депутаты городского и краевого собраний, главы муниципальных образований, почетные граждане Сочи и духовенства. Инаугурация прошла ранним утром, до начала рабочего дня. Так что с девяти часов в расписании нового мэра уже не было свободной графы. Мы уже вчера пригласили всю общественность города Сочи. Она состоится сегодня на улице Советская, 26, 15 часов. Все общественники города, все те, которые неравнодушны к развитию города, все те, которые знают проблемы, как раз с ними состоится сегодня плодотворный разговор. И от их разговора, от их тонких щепетильных тем мы выстроим первую поездку уже буквально в четверг. Сразу же с утра поедем на то место, которое больше всех беспокоит. Острые вопросы Алексей Копайгородский планирует обсудить с сочинцами во время первого совещания. Следующую неделю он посвятит рабочим поездкам по районам курорта. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Кадровые изменения и в краевой администрации. Руководителем Департамента внутренней политики региона назначен Сергей Пуликовский. Сегодня его на краевом совещании представил губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев отметил высокий профессионализм и большой административный опыт нового руководителя. Он имеет государственные награды за военную, политическую и общественную работы. С 2016 года Сергей Пуликовский возглавлял военный комиссариат Краснодарского края. В Министерстве обороны России неоднократно отмечали отличную подготовку кубанских призывников. Позднее Пуликовский был назначен министром гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона. На новой должности Сергей Пуликовский сменил Галину Москалеву, которая покинула пост по собственному желанию. Все системы жизнеобеспечения должны быть готовы к отопительному сезону. 1 октября такую задачу поставил Вениамин Кондратьев на краевом совещании. Губернатор Краснодарского края отметил, что в этом году на всю подготовку к осенне-зимнему сезону по его поручению из бюджета выделена значительная сумма – почти 5 миллиардов рублей. Одним из главных мероприятий было обновление коммуникаций, в том числе замена теплотрасс не менее чем на 5%. С этой работой справились не все. Губернатор поручил до конца сентября исправить ситуацию. Второй вопрос на повестке – модернизация котельных. По словам главы региона, главам стоит активнее привлекать в эту работу инвесторов, но внимательнее относиться к их условиям. Инвесторов нужно привлекать сегодня в сферу ЖКХ, в целом сферу ЖКХ. И президент даже задачу нам поставил. Но вы же поймите, инвесторы, они приходят не с благотворительностью, а с бизнес-инициативами. Они хотят зарабатывать, а они не будут зарабатывать. Это тоже нормально. Вот это получается, мы должны понимать, откуда будет источник прибыли, в том числе у этих инвесторов. Но если мы будем говорить за счет того, что эту прибыль их перекладывать на плечи населения, это невозможно, с этим я никогда не соглашусь. Никогда. Никто не будет зарабатывать за счет того, что тарифы будут расти. Это неправильно. Вначале и инвестиционный проект, и с учреждением вложения средств, модернизацию. Неважно будет, что это теплооснабжение, или если в целом берем сферу ЖКХ. А потом уже будем смотреть, сколько вложили, какая сравненность возврата вложенных средств, безусловно. И, конечно, какая уже будет прибыль. Поэтому мы собственных темпов не сбавляем. А инвесторы, пусть ни в коем случае, то есть еще с почерпкой, не зарабатывают за счет просто увеличения тарифов. Вот просто пришли и уже увеличили тариф. Нет. Сперва модернизируйте, сперва покажите. А потом мы уже согласуем вам тот тариф, который, во-первых, будет щадящим для населения, ну и, я надеюсь, выгодным для консессионеров. Уже с 2020 года в крае должно обновляться не менее 80 котельных в год за счет внебюджетных средств. Соглашения о передаче в аренду объектов ТЭК коммерческим предприятиям будут заключены в восьми районах региона до конца этого года. В десятилетний срок инвесторы должны полностью обновить эти объекты. В завершении совещания губернатор напомнил главам районов, что при любых погодных условиях в первую очередь необходимо обеспечить бесперебойное снабжение социальных объектов. К другим новостям. В Сочи грузовик с отказавшими тормозами повредил 10 автомобилей. Как сообщают очевидцы, грузовик Митсубиши, потеряв управление, стал двигаться в неконтролируемом режиме по наклону на улице Голенева. В результате зацепил все стоявшие на пути машины. В припаркованных легковушках, к счастью, никто не пострадал. Физически. Однако владельцы помятых машин испытали далеко не самые лучшие эмоции. Некоторые автомобили не подлежат восстановлению. В Сочи ограничат движение большегрузов. Такие правила будут действовать с 21 по 27 октября в связи с проведением в городе экономического форума и саммита «Россия-Африка». Передвигаться грузовикам придется ночами с 0 и до 6 утра. Это ограничение коснется следующих участков федеральных автодорог. Участок федеральной трассы «Адлер-Веселая», дублер курортного проспекта, а также совмещенная дорога «Адлер-Альпика-Сервис». В это же время руководителям сочинских предприятий всех форм собственности и направленности рекомендовано подвозить и разгружать товары только ночью, также с 0 часов до 6 утра. Все эти меры необходимы для обеспечения безопасного движения во время экономического форума и саммита «Россия-Африка», которые пройдут в Сочи с 22 по 25 октября. Для удобства болельщиков в день проведения матча «Сочи-Локомотив» автобусы будут ходить до половины 12 ночи. 14 сентября в 19.00 на стадионе «Фишт» пройдет первый домашний матч сочинского клуба в российской премьер-лиге. В связи с поздним окончанием игры будет увеличено время работы общественного транспорта. До половины 12 ночи будут ходить автобусы номер 50, 54, 57, 60 и 125С. Также на время проведения футбольного матча маршрут номер 54 вокзал «Адлер-Некрасовская» будет начинать движение от остановки «Олимпийский парк» и далее по маршруту. В районе Эмеретинской низменности действуют 8 платных парковок. Это почти 2800 машиномест. Автолюбители просят ответственно отнестись к выбору места для парковки с учетом усиленной работы эвакуаторов. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. Субтитры предоставил DimaTorzok Выставка «Золотой сезон» и фестиваль народных мастеров от СОУД. Море золота. Новинки фэшн-индустрии. Скидки. Акции. С 12 по 15 сентября. Жемчужина. Вход свободный. СОУД.ру. Категория 0+. Сочинские таможенники готовятся к росту количества чеков «Такс-фри». Это связано с предстоящими гонками «Формулы-1», которые пройдут в Сочи в конце сентября. В город приедут тысячи иностранцев. А система «Такс-фри» позволяет им вернуть при выезде из страны сумму НДС на покупки. С начала года сочинскими таможенниками проставлены отметки на 71-м чеке «Такс-фри» на сумму порядка 11 миллионов. Наиболее активно системой компенсации пользуются граждане, путешествующие регулярными рейсами – Израиль, Турция и Арабские Эмираты. В списке товаров, пользующихся спросом у иностранцев, в основном – одежда, обувь, сумки, часы и ювелирные украшения. Так, на прошлой неделе была проставлена отметка на чеке «Такс-фри» на сумму более 660 тысяч рублей. Системой возврата НДС воспользовался гражданин Турции, который приобрел наручные часы. Всего же за полтора года действия системы отметки в Сочи были проставлены на 152 чеках. Общая стоимость вывезенных товаров – более 31 миллиона рублей. Максимальная сумма одного чека составила 3 миллиона 800 тысяч. Иностранец свернул налог за купленные наручные часы. В Сочи подводят итоги кампании по летнему детскому отдыху. Напомню, этим летом в городе организованным отдыхом охватили 60 тысяч детей. Это 99% от общего числа всех юных сочинцев. Одни посещали площадки нашего двора, другие – пришкольные лагеря, третьи ходили в походы. Большое количество детей на каникулах не только отдыхали, но и работали. Сколько детей было трудоустроено через Центр занятости населения – в интервью нашему каналу рассказала его руководитель Анна Примакова. В рамках программы трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет на сегодняшний день Центром занятости населения трудоустроено 1890 подростков. Из них 1192 подростка являются особой категорией, составляет 63%. Задача нами была трудоустроить порядка 1700 несовершеннолетних. Мы трудоустроили, как я уже повторюсь, 1890, но это еще не предел. В осенние каникулы мы планируем трудоустроить порядка 90 подростков, особо учитываемой категории. Наши несовершеннолетние летом трудоустроены были помощниками официантов, помощниками рабочего зеленого хозяйства, контролеров билетов, помощниками администраторов, ну и многие другие профессии, которые не требуют квалификации. Трудоустраивались наши подростки в организации города Сочи на предприятиях, ну в основном, конечно, это и санатории. Очень много наших несовершеннолетних принимает эколого-биологический центр. Большое спасибо всем нашим предприятиям, которые понимают, как важно, чтобы наши дети были трудоустроены в свободное время. Сегодня Всероссийский день трезвости. Его в нашей стране отмечают более 100 лет по традиции. В день трезвости активисты из общественных движений собирают людей, проводят тематические акции, рассказывают о методах борьбы с проблемой, объясняют пути решения. Как известно, алкоголь не выбирает людей по возрасту и поражает все чаще подростков. Поэтому этот день в Сочи отмечали с участием юных горожан. Дата Всероссийского дня трезвости в 2019 году может считаться особенной. Современные люди все чаще страдают от алкогольной зависимости, которая становится причиной и разрушения семей, и деградации самой личности. Но самое страшное, что алкоголь не выбирает людей по возрасту. Активисты уверены, разумны и осознанный выбор трезвого образа жизни нужно делать еще в детстве. Мы рассказываем детям о том, как себя вести, мы как-то радуем их и профилактируем с помощью игр, раздаем какие-то бесплатные продукты, водичку, яблочки, сахарную вату. То есть стараемся как-то позитивно влиять и позитивно доносить важную информацию. Также мы считаем важным, что профилактика зависимости, она должна проходить внутри семьи. И поэтому мы раздаем листовки, буклеты для родителей, чтобы они передавали в школы. История праздника уходит корнями в прошлое столетие, когда представители православной церкви забили тревогу и внесли предложение объявить День усекновения главы святого пророка Иоанна Предтечи Днем Трезвости. Борьба с алкогольной зависимостью длится больше ста лет. Впервые этот праздник отметили в 1913 году. Тогда в России в этот день закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. Сегодня по всей стране проводятся тематические акции. В Сочи местом проведения стал парк Бестужева. Лично я считаю, что 21 век – это век все-таки алкогольной продукции. И сейчас многие люди, которые из нового поколения, они частенько употребляют алкоголь. Я считаю, что это неправильно. И нужно больше все-таки уделять время спорту и саморазвитию. И здесь раздают воду бесплатно, яблоки, сахарную вату, пришли аниматоры. Здорово вообще, что есть люди, которые заботятся о трезвом образе жизни и устраивают подобные мероприятия. Говоря о том, как отмечают День трезвости в России, стоит вспомнить о тех проблемах, которые провоцируют алкоголь. Ведь по статистике, в среднем на каждого жителя страны приходится около 20 литров спиртного в год. Эта цифра становится причиной многочисленных смертей не только от отравлений. Чаще всего люди в алкогольном опьянении становятся виновниками смертей других людей. Не стоит забывать об этом и не только 11 сентября. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Олег Кононов, телекомпания ФКТ. А еще сегодня в России отмечают День граненого стакана. Праздник с забавным названием существует на самом деле, а не только в шутках над любителями выпить. И хотя история этой стеклянной посуды насчитывает уже несколько веков, днем рождения считается 11 сентября. Именно в этот день, в 1943 году на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном был выпущен первый советский граненый стакан. Его дизайн с гладким ободком в верхней части приписывают Вере Мухиной, автору композиции «Рабочий и колхозница». Впрочем, документального подтверждения этому нет. По некоторым сведениям, Мухина разработала форму стакана специально для общепита. Стакан получился не только прочным, но и удобным для мытья в посудомочных машинах. Поэтому он на долгие годы прописался в столовых на железнодорожном транспорте, а еще использовался в уличных автоматах по продаже газировки. Самый первый стакан имел 16 граней, что считается сегодня классикой жанра. Но встречаются экземпляры и с 12, и с 14, и с 20 гранями. Если говорить про обычный граненый стеклянный стакан без верхнего гладкого ободка, то он был известен куда раньше, еще во времена Петра I. В более позднее время 12 гранный стакан с чаем был изображен на картине известного русского художника Кузьмы Петрова-Водкина «Утренний натюрморт». Эта посуда и стала прародителем советского граненого стакана. А в Сочинском дендрарии высадят редкие саженцы фиалкового дерева – жакаранды. Их парку подарила жительница Санкт-Петербурга Екатерина Калинина. Девушка вырастила их сама из семян, привезенных из Испании. Фиалковое дерево уже не раз пытались высадить на территории дендрария, но безрезультатно. В холодные зимы деревья погибали при температуре ниже 7 градусов. Сейчас саженцы находятся в карантинном отделении оранжереи. Потом их высадят в парках дендрарии и южные культуры, а также передадут в сад-музей дерева дружбы. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok